Среди высококвалифицированных врачей нет случайных людей. Все они пришли в эту престижную и ответственную профессию по призванию – спасать жизни людей. В столь сложной и важной работе каждый специалист является человеком, осознанно пришедшим к тому, что жизнь свою он посвящает бескорыстной и самоотверженной помощи другим. И героиня следующего сюжета тому подтверждение. Белоснежные халаты и возможность помогать людям с самого детства привлекали Татьяну Эндерс. Врачом она решила стать еще в школе. Женщина знала, что это далеко не то дело, которому можно обучиться быстро. Порой на то, чтобы освоить профессию медика, уходит десятилетия. Рабочий стаж Татьяны составляет 27 лет, 26 из которых она трудится врачом-невропатологом. Последние несколько лет женщина работает в инсультном центре межрайонной больницы района Алтай. До нынешней должности она прошла нелегкий путь – от санитарки операционного блока травматологического отделения. То есть я знаю работу прекрасно и понимаю работу и младшего, и среднего медперсонала. И в работе это очень здорово помогает. Здесь вот чувствуешь, да, что ты действительно помогаешь людям. Когда вот видишь этот результат, и видит этот результат, все вот это тяжелое, усталость, ночи, недосып, все это как-то уходит на второй план, и хочется дальше работать. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют героем и вручают ему награду. А вот для врача это ежедневный непростой труд. Инсультный центр – это место, куда попадают пациенты в сложных состояниях. И для их полного выздоровления важно не только оказать профессиональную помощь, но и поддерживать позитивную атмосферу. У нас очень дружный, сплоченный коллектив. Работа достаточно тяжелая, пациенты тяжелые и инсультные. И поэтому от коллектива зависит очень многое. У нас грамотный коллектив и очень дружный. И это помогает нам в нашем очень тяжелом, на самом деле, очень тяжелом труде. Наша задача, чтобы пациент, по возможности, ушел с нашего отделения на своих ногах. Для нас это самая большая награда. Когда пациент, которого привезли без сознания, недвижимого, уходит от нас домой на своих ногах. Выписывать людей, которым ты буквально сподарил жизнь. Именно это больше всего вдохновляет в работе врача, говорит Татьяна. И чем больше специалистов будут любить свою работу так же, как и эта женщина, тем больше человеческих жизней удастся спасти.